Такие стереотипы, по мнению создателей спектакля, есть в социуме. Все-таки постановка документальная, мало того, что основано на реальных событиях, так еще и участники этих событий сами на сцене, сами рассказывают о себе. В реальной жизни все было иначе. Пять невыдуманных историй о том, как обычные люди столкнулись с необычными обстоятельствами. Для некоторых потери слуха или зрения, утрата от которой бывает не оправиться. У этих людей из пяти органов чувств остались только три. Вкус, обоняние и осязание. С последним прежде всего и связано название спектакля. И мы в работе преследовали одну из таких целей, это чтобы спектакль был независим от этой специфики, и чтобы он имел ценность как просто театральное произведение искусства. Потому что очень часто занимающиеся люди подобными, да, спектаклями, тем эксплуатируют эту тему, там, я не знаю, выжимают слезу. Прикасаемые. Это еще и отсылка к тактильному языку, на котором общаются слепоглухие. Другое название, in touch на английском, может отослать к выражению stay in touch, оставаться на связи. Еще одно послание от авторов. Неважно, насколько ограничены твои физические возможности, связь с обществом ограничиваться не должна. А все переложенные в пьесу переживания актеров так или иначе крутятся вокруг этой самой связи. Как слепому и глухому человеку найти свою любовь, как объясняться с окружающими в повседневности, в общественном транспорте и в магазинах, с врачами и полицией. Спектакль уже играли 50 раз, и он номинант нескольких престижных театральных премий. Главная из них — «Золотая маска». У постановки есть и международная версия. Ее показывали в Англии, Нидерландах, Бельгии и во Франции. Нам хочется, чтобы и люди с инвалидностью, и люди без инвалидности сотрудничали вместе, работали вместе и создавали вместе качественные спектакли. И инвалидность здесь уже вторична. Вернее, мы стараемся не то, что ее не замечать, мы ее учитываем, но не выпячиваем. Одним показом спектакля продвижение инклюзии в Альметьевске не ограничится. В городе планируют создать творческую школу, где могли бы заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья, в частности, слепоглухие. В центре «Инклюзион» таких школ 9. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока.